и всем привет друзья с вами снова вайтер и это 3 серия universe sandbox 2 и сегодня мы посмотрим сделаем такой небольшой симулятор и выясним как погибли динозавры мне все время интересовал этот вопрос как же что же было землей какой был удар какой силы как вообще это выглядело из космоса я думаю это было невероятное зрелище конечно дизак динозавром пришлось нелегко но одна жизненная цепочка сменила другую ну что ж давайте попадем на землю так замедлим чуть время так давайте сделаем секунду в секунду да вот так вот примерно и так у нас друзья наш астероид правда он был меньших размеров я читал в литературе что диаметр этого астероида достигал всего лишь 10 километров вот но здесь астероид диаметром 10 километров пока что почему-то не наносит хорошего вреда земле но мод астероид допустим такой вот диаметром объект диаметром 116 километров может уничтожить все живое на земле ну что ж давайте вернемся во времена юрского периода и посмотрим как что происходило итак значит давайте посмотрим климат климат 15 градусов средняя так парниковый эффект 30 градусов климат у нас включен принципе так все нормально насколько мы знаем что после удара астероида под названием чиксуб поверхность ну не то что поверхность землю бомбанул так что даже так сейчас секундочку что даже грунта земли выкинула в открытый космос то есть на 100 километров в час представляете насколько был сильный удар так кстати энергия удара оценивается в 5 на 10 на 23 джоулей или 100 тератонн в тротилово макео валентия то есть очень большой был удар так ну давайте выберем этот грёбаный астероид так запустим его кстати здесь немножко непроработанная скорость удара допустим скорость удара 100 километров тоже особо не нанесет урона я не помню сколько я настраивал ну давайте оставим 100 километров в секунду силы удара скорость ну чтож давайте начнем тогда так у нас падение чикслуб было примерно вот в этом районе между южной и северной америка их так полуостров юкатана где-то примерно сюда ну давайте динозавры пока еще ходят довольны и друг друга пожирают кладут яйца и все прочее так ну что же давайте направляем нашу стороне туда чуть-чуть замедлим время так динозавра уже в панике я думаю ну шансов у них конечно не было шансов выжить не было поскольку по столько удар был такой силы что ударная может так сказать ядерная волна до ударная огненная она была то есть она обошла землю по моему два раза и породы земли которые выкинула в небо они заполонили просто закрыли атмосферу пыль вот это вот вся закрыла атмосферу земли что стало причиной ядерные зимы на планете температура в дальнейшем уменьшилась на несколько десятков градусов то есть наступил так сказать ледниковый период так сейчас климат 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 забыл зелень включить и так можем посмотреть пошла огненная волна то есть даже видно вот да вот принципе эти породы выкинула в космос в дальнейшем они начнут падать виде астероидов обратно это жесть подобный удар друзья мог вызвать цунами высотой от 50 до 100 метров то есть они далеко ушли вглубь материков эти волны вот эти вот все породы они приземлялись даже за несколько сот километров даже за тысяч километров от места удара что вызвали лесные пожары по всему миру тогда эти чуть ускорим время ускорим время кстати температура на земле смотрите поднялась до 171 градуса по цельсию охренеть просто неумоверная жара да потому что тут огненная волна на там сжирает все на своем пути вы смотрите там все просто раскалено океан и смотрите высыхают охренеть это жесть друзья это жесть давайте ускорим еще чуть время так вот так минута в секунду да вот можно видеть что волна ударная она пошла огибать всю землю ну тут она почему-то исчезла а вот 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 она дошла вот только что вы видели вторая вот это вот ударная волна обошла на землю и пришла обратно сюда к месту удара там тоже еще вода не уже падают оставшиеся куски породы земной так посмотрите сколько фрагментов да то есть их даже выкинул просто в открытый космос ох пожарище там сейчас неимоверные так ускоряем время да кстати смотрите океаны просто высыхают мгновенно высыхают такой температуры но мне кажется вода вся не должна испариться земле все равно где-то в породах она под землей должна остаться во всяком случае мне так кажется да вот все таки есть где-то в каких-то на прибрежных так сказать частях осталась вода материала давайте посмотрим да принципе вода есть еще 213 процентов как бы по идее должна наступить ядерная зима бушуют пожары все вышла растительностью выжгла хотя вот мы видим где-то зеленка все-таки еще есть хотя хрен его знает кстати можно видеть что вот прям плоскость немножко изменилась земли на так дайте посмотрим так период смотрите от такого удара у нас кстати изменился часовой период у нас 23 и 9 где-то примерно на 10 минут до земля меньше что ли стала крутиться как-то не имею ввиду по скорости так у нас 24 часа в сутках а тут 23 9 хрен поймешь ладно так климат нас интересует климат давайте промотаем время у нас должна наступить ядерная зима если этого не случится мы сами ускорим этот процесс так сказать так температура падает кстати появляется вода смотрите так вода так и осталось 213 процентов и смотрите вот место падения удара вот это место падения астероида смотрите вот какой остался кратер у нас то есть диаметр я не знаю но километров 200 точно так и принципе все остальную площадь просто материков она просто я не знаю разнесло ну да вся порода вот этого материка она улетела в космос просто-напросто ну а это я так понимаю остальные падения кусков земли новые кратеры они же у нас улетали тут в разные стороны так 122 градуса давайте ускорим период медленно медленно остывает медленно остывает давно жизни кстати уже там никакой там ну конечно остались единицы млекопитающих но крупно рогатого скота скажем так это то бишь динозавра они полностью все вымерли тем более осушились огромные площади океанов все морские жители практически вымерли так что-то у нас не происходит оледенение ну давайте мы сами тогда это сделаем так уменьшим парниковый эффект и нас сейчас будет эффект глубокой заморозки так да вот смотрите как быстро принципе у нас понимаю океана почему-то у нас еще не замерзли кстати да на южном полюсе вообще нету льда лет весь тоже испарился ну давайте сами тогда понижать температуру давайте померем до 10 градусов 10 градусов хотя да видно что по моему океаны покрыты льдом я не знаю сколько было примерно градусов в то время после такого удара ядерная зима ну градусов если подумать но я думаю градусов 50 точно было наверное давайте сделаем 50 градусов так да вот замечательно вот так отлично да вот теперь точно все замерзла хренам охренеть вот он сам кратер материк просто разбит ну и вот такая вот херня получилось в принципе с динозаврами приключилась беда до поверхность земли на несколько лет была закрыта вообще от прямых солнечной прямых солнечных лучей полевым облаком от такого удара и принципе вот все и заледенела фото синдез полностью практически был уничтожен замедлился у растений на несколько несколько раз так что вот такие друзья такие дела друзья ну чтож ладно ядерная зима ледниковый период пройдет чинину через несколько сотен лет может быть тысяч лет мы не знаем мы можем только догадываться ну что ж друзья спасибо всем кто меня смотрел ставьте лайки под видео подписывайтесь на канал подписывайтесь на группу вконтакте ссылка в описании всем пока друзья